Весна 1908 года В небе появляются необычные свечения Их наблюдают над Северной Америкой и Атлантикой Над Европой и Россией Огромные призрачные фигуры Северные сияния в местах, где их никогда не видели Озадаченные ученые С апреля быстро разрушается озонный слой над Европой Газеты пишут о светящихся раскаленных шарах Они брожируют над Европой и Средней Азией Над Сибирью и Китаем Радуги при отсутствии дождя Многочисленные голо вокруг Солнца Яркие цветные зори Невероятные для юга белые ночи Приближение чего-то жуткого Ощущают многие По Европе бродят полубезумные проповедники Они пророчат близкий конец света Среди сектантов Растет число самоубийств И ритуальных человеческих жертв Все прекращается после ужасающего взрыва В Сибирской тайге Солнечное утро 30 июня 1908 года На огромной и почти безлюдной территории Между Енисеем и Леной Местное население В основном и венки Или как их еще называли тунгусы Занимаются своими обычными делами Рыбачат, охотятся, моют золото Хлопочут по хозяйству И вдруг Откуда-то сверху С небес раздалось Странное шипение и свист Через все небо Неслось нечто огромное И светящееся Затем Ослепительная вспышка И несколько громовых ударов Мощность взрыва Была колоссальна Если бы он произошел Над Москвой То вспышку Видели бы в Прибалтике И в Украине А гром Услышали бы в Крыму Земля дрожала так Что за сотни километров Вылетали оконные стекла Падали с ног лошади и коровы Собаки выли Птицы летали нервными стаями Людей охватил безотчетный ужас Многие решили Что наступил конец света Сообщения о жертвах не поступало Беда прошла стороной И вскоре мир о событии почти забыл Только через 19 лет В 1927 году Ленинградский ученый Специалист по метеоритам Леонид Кулик Обнаружил в тайге к северу От реки Подкаменная Тунгуска Следы гигантской катастрофы Огромная территория Была завалена обожженными деревьями 80 миллионов деревьев упало Между прочим Вот вал кто осознает Ведь это колоссальный Совершенцы Взрыв был мощный И часть деревьев могучих Была просто как Кулик писал Сломаны как тростинки Площадь вывола леса Была больше сегодняшней Москвы Почти все деревья Лежали строго радиально Верхушками от центра Ожоги на уцелевших стволах Говорили о чудовищной вспышке Которая произошла Где-то по центру вывола Сомнений не было Многотонный метеорит Упал именно здесь И вскоре будет найден Но как раз с этого момента И начались сплошные загадки Ни кратера от падения Ни осколков небесного тела Найти не удалось Метеоритная гипотеза Разваливалась буквально на глазах Тогда еще была высказана Мысль, что может быть Это был все-таки не метеорит А комета То есть комета Это, как сейчас ученые считают Это смесь ледяной глыбы С космической пылью И вот она-то и врезалась В этот район Комета, разогревшаяся от трения Воздух, взорвалась на высоте Около 10 километров Вот почему нет кратера Деревья, поваленные ударной волной От воздушного взрыва А упавшие на землю осколки Просто растаяли Вполне правдоподобная гипотеза Если бы не одно но Ледяная глыба Не в состоянии Пролететь сотни километров В плотных слоях атмосферы От перегрева Она непременно разрушится Еще в начале пути И еще Комета Это не простой лед А с большим укроплением Различных химических элементов Ну, условно говоря Грязный лед Поэтому, если бы это даже была Комета То достаточно большое количество Вещества там должно было Но в эпицентре Ничего подобного не нашли Непонятно и откуда Летел космический гость Исследователи опросили Более 700 свидетелей Тунгусского события В их показаниях Полный разнобой Очевидцы указывали Совершенно разные траектории Восточную, западную Южную, юго-восточную Описывали космическое тело Тоже по-разному Раскаленный шар Величиной Солнца Горящее бревно Сноп Метла Или хвостатая звезда А кто-то вообще Вспоминал о черном объекте Из которого вылетали Искры И огненные стрелы Мы насчитали Вот из тысячи Наблюдений В частности Вот я 49 Различных форм Различных Так сказать Геометрии Этих свечей Время наблюдения Космического гостя Тоже не очень стыкуется Одни видели его Ранним утром Другие вечером Третьи слышали Какой-то грохот В обед И еще одна загадка Атмосферные аномалии В далеких от 12 миллионов квадратных километров Это колоссальная площадь В южных районах Вообще не наступила ночь В Италии не наступала ночь В Германии Яркость неба Вот В полночь Ну примерно В полночь Вот в это время Она в 8 тысяч раз Превышала ту Яркость Которая была Скажем 29 июля То есть Это колоссальное Свечение Как его можно объяснить Метеоритный гипотез Его никак не объясняет Никакой метеорит Вам не вызовет Свечение атмосферы Пытались объяснить Аномалии Кометным веществом Которое вторглось В атмосферу Земли Не получилось Если бы Землю Накрыл огромный хвост Кометы То он вызвал бы Свечение Не в относительно Узкой полосе А над всем Земным шаром И длились бы Они гораздо дольше Кометное вещество По расчетам специалистов Оно Опускалось бы На поверхность Земли В течение месяца Аномальные ночи Прекратились через 3 дня То есть Это было какое-то явление Очень странное Но загадочнее всего Сам взрыв Он был чудовищным Как 2000 бомб Взорванных над Хиросимой Наука Даже гипотетически Не представляет себе Космических тел Со свойствами Ядерной боеголовки В общем Странный какой-то метеорит Странно летел Странно взорвался Нет ни кратера Ни осколков Да еще и Загадочные свечения А может и не было Никакого космического Пришельца Как мне представляется В 1908 году Произошло явление Которое не связано С падением Там Астероида Или кометы А представляет собой Какое-то еще Сложное Геофизическое До конца не понятое Явление Земной природы Центральная Сибирь Уникальная территория 250 миллионов лет назад Это место было Самой горячей Точкой планеты Более сильной Вулканической активности Чем здесь История Земли Не знала Раскаленная магма Тогда настолько Близко подошла К поверхности Что буквально Прожгла ее Там все бушевало И если посмотреть На современную карту Ты видишь Большие Огромные следы Той Палеовулканической Позднее Здесь Образовались Мощные Глубинные Разломы Они дают О себе Знать До сих пор То подземным Гулом Или ударами А то и землетрясениями К тому же Здесь Обнаружены Сильнейшие Геомагнитные И гравитационные Аномалии У спутников Над этим местом На сотни метров Проседает орбита Что это? Искривление Пространства? Гравитационная Воронка? Это территория Как магнитом Притягивает К себе Метеориты Да и Частое Появление Здесь Неопознанных Летающих Объектов Наводит На мысль Что это Особая Зона Земли Наиболее Наиболее Активные Проявления И Траектории НЛО Ну Не будем Говорить Атмосферно Техническое И так далее Как правило Идет вдоль Разлома Это мне Подтвердили Еще и Военные Из Дальнего Востока Которые Тоже Заметили Что И Плазмоиды И техногенные Аппараты Движутся Вдоль Зона Разлома Вот одна Из последних Видеозаписей Этот неопознанный Объект В 2005 году Довольно долго Сопровождал Судно Идущее По Енисею Именно По этой реке Проходит Один из Мощных Глубинных Разломов Да и В показаниях Свидетелей При всем Их разнобое Была та же Закономерность Светящиеся Тела Летели К эпицентру Взрыва Именно Вдоль Разломов И еще Одна Интересная Деталь Эпицентр Кунгусского Взрыва Абсолютно Точно Совпадает С центром Древнего Вулкана Как раз Лежит Сердце Так сказать В середине Древнего Палео Вулкана Который Так сказать Вот как раз Находится В этом узле Невских Разлом Долгое Время Этому Факту Серьезного Значения Не придавали А между тем Именно Над эпицентром А фактически Над жерлом Древнего Вулкана Свидетели Перед взрывом Тунгусского Тела Наблюдали Загадочное Зрелище Гигантский Огненный Столб Сметнувшийся В заоблачную Высь В ионосферу Столб Огня Был виден На расстоянии В полтысячи Километров Впрочем Ближе Было видно Что один Загрудн Вспыхнуло Несколько Разноцветных Столбов По Предварительным Замерам Это были Столбы Светящиеся Достигающие Значит Д-слой Ионосферы Нижних Слоев Ионосферы Это более 80 километров В высоту Сразу после Появления Огненных Столбов Высоко В небе Вспыхнуло Ослепительное Пламя Если это был Простой Высотный Взрыв То вопросов Возникает Множество Совершенно Непонятно Отчего Как вспоминали Местные Жители Людей С постелями Много Раз От земли Подбрасывало Почему Лес И землю Вырвало И куда-то Утащило Каким Образом На земле Могли Появиться Боросты Местами До колен Местами По грудь Почему Из-под земли Начали бить Фонтаны Воды Появились Новые Родники И наконец Как на месте Хорошего Бора Возникло Болото А одна Гора И вовсе Ушла Под землю На мой взгляд Это явление Земной природы Геофизическое И Прождено Оно Скорее всего Еще пока Каким-то Малоизученным Взаимодействием Между тектоническими И атмосферными Процессами Другими словами Причиной Тунгусского Взрыва Мог стать Выброс В атмосферу Подземной Энергии Как это часто Бывает При землетрясениях Разлом Особенно активный Разлом Это Особый Такой Ну Можно сказать Плоский Волновод Это Такая Плоскость Вот По которой Идут Как раз Вертикальные Энергоперетоки По которой Может Выплескиваться Можно сказать В атмосферу И гелий И водород И ртуть Причем Выплескивается В огромное количество Выбросы энергии Могут быть похожи На тонкий луч Вертикальную радугу Цветные полосы Огненные столбы Это могут быть Светящиеся болиды Или темные Даже черные тела Неопределенной формы Становится понятным Почему Таежные жители Рассказывали О разных Траекториях И формах Тунгусского метеорита Не исключено Что они видели Не метеорит А плазмоиды Которые вырвались Из глубин земли И двигались Вдоль разломов К фокусу разгрузки Кратеру Палеовулкана Ученые знают Что взрывы Таких плазмоидов Могут вызвать И грандиозные Вывалы леса И кратеры С таинственным Исчезновением земли Известно и то Что жерло Древних вулканов Идеальный проводник Для выброса Подземной энергии В Сибири Давно знают О таких явлениях Старики Рассказывают О зловещих местах Которые они называют Кохочущими безднами О них Говорилось еще В древнем Якутском Эпосе Аланхол Мол в этих местах Из-под земли То и дело Влетают Огненные смерчи А из железного Шерла Взмывает в небеса Тонкий Огненный столб Порой на его вершине Рождается И уносится Ввысь Огромный Огненный шар Его сопровождает Целая свита Рой Рой пагубно-кровавых Аномалии А они явно Связаны С тунгусским Феноменом Тут у кого угодно Голова пойдет Кругом Среди десятков Версий Появляются И вовсе Абсурдные Вплоть до взрыва Тучи комаров Расследование Постепенно Зашло в тупик Ученые Разводили руками Нужны ли новые Данные Или новая Гипотеза И такая Гипотеза Появилась На первый взгляд Она звучит Невероятно Тунгусская Катастрофа Дело рук Одного человека Никола Тесла Враги и завистники Называли его Мистификатором А между тем Этот великий серб Автор более тысячи Изобретений Которыми мир Пользуется Уже целое столетие Правительство Соединенных Штатов Привлекало ученого К сверхсекретным Военным Разработкам До конца его жизни Да и сегодня Идеи Теслы Лежат в основе Самых современных Научных программ Многие из Фантастических Экспериментов Ученого Тысячи людей Наблюдали воочию Так с помощью Своей башни Уорденклиф На острове Лонг-Айленд Близ Нью-Йорка Тесла сумела Светить небо Над Атлантикой Настолько Что ночью В городе Можно было Свободно читать Газетные заголовки На следующий день Газета Нью-Йорк-сан Напишет Слои атмосферы Воспламенились На разной высоте И на большой территории Так что ночь Моментально Превратилась в день Весь воздух Был наполнен свечением Точно так же Светилось небо Над Европой Через пять лет Во время Тунгусских событий Именно тогда Возникли первые Подозрения О причастности Теслы Катастрофе В далекой Сибири Президент общества Радиоинженеров США Джон Стоун В 1915 году Публично признался Мы недооцениваем Теслу Он настолько Обогнал свое время Что даже лучшие умы Приняли его За фантазера Николу Теслу Можно с полным успехом Назвать гением 19 века 20 А может быть И нашу Может быть Не до конца Понятые идеи Николы Теслы Они найдут свое Воплощение Еще в будущих Поколениях В чем же секрет Николы Теслы Тесла считал Что мир состоит Из волн И что самое главное Это вибрации И резонансы Принцип резонанса Лежал в основе Почти всех его изобретений Как при раскачивании Качелей Говорил Тесла Малыми усилиями Но вовремя Приложенными Можно вызвать Поразительно Мощные эффекты За 12 лет До тунгусских Событий Тесла Сам того не желая Продемонстрировал Ужасающую силу Резонанса Не выходя из своей Лаборатории Он вызвал в Нью-Йорке Невиданное Доселе землетрясение Сотни домов Наполнились Неожиданным гулом Сыпались оконные стекла Лопались водопроводные трубы А виной всему Был прикрепленный К металлической опоре Маленький вибратор Который по словам Теслы Запросто умещался У него в кармане Здание по всей округе Трещали пошла От полного разрушения Их спасло лишь то Что изобретатель Успел разбить Свой прибор Молотком Вскоре после этого происшествия Тесла заявил Журналистам Применяя принцип резонанса Я за несколько недель Смогу вызвать В земной коре Такие колебания Что она будет Подниматься И опадать На сотни футов Выбрасывая реки Из русел Этот принцип Не может Не подействовать Резонанс у Тесла Это Непростой резонанс Как в маятнике Или в пружинке На которой подвешен камушек Это сложный Объемный Многофакторный Резонанс С его помощью Он возбуждал Колоссальное пространство И получал оттуда Энергию Достижения Теслы В области Электрического резонанса До сих пор Остаются непревзойденными Почему Современная наука Не очень часто Упоминает имя Тесла Да потому что Трудно понять его Проще не упоминать Чем говорить Если говорить Об электричестве Теслы Можно говорить Наверное Об неком Альтернативном Электричестве И собственно Оно Такое странное Современные Инженеры электрики Даже И не понимают Что это такое То есть Это совсем Другое электричество И например Ток В линии Тесла Может идти В одной части Провода Вправо В другой части Влево В третьей части Он равен нулю Это не понимают Даже профессора Что говорит Тесла Тесла был убежден Передать электрическую энергию В любых количествах На любые расстояния Но мог ли Тесла Направить энергию В конкретное место Это абсолютно реально Потому что Есть телопатенты Которые Описывают Как это делается Если иметь Две башни Тогда Можно абсолютно Точно фиксировать Во-первых Любой объект Земля Во-вторых Передать энергию Точно Очень точно На любой объект Тоже И кольцевой ток Проходящий Над Нью-Йорком Возбуждается Возбуждается Вот этот носитель И энергия Передается В район Подкаменный Тунгусский Где Мы можем Наблюдать Разнообразные Явлени Причем Задолго До так называемого Падения Тунгусского Метеорита Видимо Существуют Какие-то каналы В земле По которым Энергия Может распространяться На очень большие Расстояния И Похоже Что Тесла Как-то Обнаружил Эти каналы И